добрый вечер сегодня у нас с вами в силу того что мы встречались с нашими представителями вернее с представителями коалиции вот ну и ряда то сказать замечание по поводу нашей деятельности он к это галактическая конфедерация у нас было в космическая коалиция ну как вы из нас космическая коалиция проводила здесь свои интересы на земле в основном было связано с тем что люди использовались как рабы на их базах ну и использовались ресурсы земли не только полезно ископаемый но и кислород и вода и потому что эти вода ведь на земле не стало арктика и антарктика расставили должно было подняться на 60 метров по расчетам дыка вот академик еще советское время почитал у нас уровень воды ну может там чуть-чуть поднялся то есть вода исчезла земли его беспощадно вывозили ну и тут сейчас вот получилась такая ситуация связи с нашим чтением молитвы требуем если у нас до этого в общем-то особо никого не было то сейчас претендентов на контакт но я даже сейчас не могу точно сказать сколько я непосредственно встречался как бы не очень особо хочется распространяться потому что сейчас идет конкуренция в общем-то те кто будут у нас кураторами следующими до принципе они будут владеть опять землей и все зависит от того их морального облика как они будут вести себя если как прежние кураторы и тем более как хазара они тоже были кураторами вот можем опять попасть в раса но с другими кураторами вот поэтому возникла идея но была подсказка что надо больше обращаться не к тем представителям цивилизации которые здесь много претендентов и они где-то ну на одном уровне но это самый первый уровень будем так говорить а есть более высокий уровень но это тот уровень который понимает как устроена вселенная космос мироздания у нас все понятия вот эти названия сохранились как предыдущая цивилизация все это представляла сохранились в русском языке но и тем не менее единого или правильного взгляда настроения мироздания нет а именно это понимание и характеризует разумность цивилизации поэтому мы сегодня вынуждены посвятить занятия именно в стране мироздания мы принципе об этом говорили но мы говорили будем говорить вскользь особо там не заморачиваясь строением там вселенной космоса а это важно это важно для того чтобы понимать что вообще происходит ну и потом виду того что в какой-то степени будет повторение и это раз это с мирозданием связано мы еще коснемся вопроса сателлитных пространств сателлитных пространств и я расскажу про методику которая позволяла жестко вырезать из пространства сателлитное пространство дело его невидимым ну и практически любой шаман ну более-менее уважающий себя и знающий как это делать он это делает то есть вы но я уже сказал там всевозможные примеры когда заходит в квартиру к этому шаману жрецу могу как угодно его называете вы нет его нет потому что у него есть сателлитное пространство куда он может спокойно заходить вы его естественно ведь потому что вы не знаете что но тут находится дело в том что за кулисам но это опять же связано с этой калит космической коалиции она в общем то не отказалась от планов уничтожения человечества нам не удалось отменить план инопланетных захватчиков по уничтожению основной массы человечества нам удалось лишь отстрочить этот план поэтому в общем то мы сегодня рассмотрев так сказать строение вселенной потому что у нас другого варианта не остается как в общем то просить о помощи чтобы сохранить человечество я не знаю кто из нас согласен чтоб остался миллиард вот другие погибли я думаю что большинство людей думают что не нужно нам сокращать население а тех кто думают сейчас что вот ну низкочастотные там люди погибают ну вы уверены что высокочастотные вот я лично не уверен что все мы высокочастотные которые считаются духовными людьми я думаю что именно как раз лучшие представители человечества и будут уничтожены которые относили себя высокочастотным потому что у за кулисы у нее в общем-то расчет не на то чтобы человечество было в рабстве считалось неразумным и работала на уничтожение так сказать ресурсов планеты принципе на нас ведь не в планете самый интерес вот этих завывателя именно вот этих семи чудесах света и в частности логоса логос но он принципе дает возможность управлять вселенными поэтому их не столько волнует наши ресурсы сколько волнует и чудеса света значит в нашем русском языке есть такое понятие вселенная вселенная она связана с заселением то это село в основе поселение и вселенная это заселенная область сначала звездная система какая-нибудь как солнце например с планетами вот эта звездная система с такими же звездными системами ну может там разные разные количество планет может быть они образуют уже местную звездную систему которые их их много тоже звездных этих систем которые крутятся вокруг центра галактики этот центр галактики но не в основном в одну сторону все крутятся и этот это все звездные все эти звездные системы со своим вращением создают галактику галактик тоже много таких подобных которые свою очередь вращаются вокруг центра центра вращения этих галактик который называется метагалактик на сегодняшний день в свою очередь метагалактики они тоже образуют множество таких метагалактик вращаются вокруг центра метагалактики которые на сегодняшний день получил название супергалактика вот но я думаю на этом не останавливается и дальше происходит объединение супергалактик еще более мощную систему которые еще более мощную систему то есть это так названный макрокосм макрокосм который может приводить к тому что из этих звездных систем создаются молекулы атомы и существуют огромные миры которые в принципе ну какая принципе пространство вселенной там ведь без разницы что из него потом создается это все теоретически возможно точно так же вглубь идет тоже деление то есть уменьшение размеров и атом тоже может представлять какую-то галактику или метагалактику свою очередь там метагалактика будет представлять звездные системы галактики планеты и так далее то есть что вглубь создается микрокосмом что шире создается макрокосмом эта система как раз характеризует строение нашей вселенной помимо этого во вселенной существуют еще временные миры временные миры которые вращаясь вокруг центра галактики наша солнечная система например образует множество таких вот солнечных систем которые как кинопленка существует одновременно мы знаем что все события вот год например до планета вращается и все события повторяются в одно и то же время через год происходит одно и то же событие ну там плюс минус один два три дня причем ученые установили сейчас не помню имени что оказывается даже микробы двигаясь хаотично в капельки воды каждый год в это время совершают одни и те же движения а что говорить о людях об обществе они совершают одни и те же действия одни и те же события почему у нас раньше вели дневники почему сейчас это традиция в общем то убрана из нашего общества а вели для того чтобы понимать что у нас события повторяются и можно избегать этих повторений если особенно нежелательны в принципе особо ничего не меняется меняется конечно если касается там смерти болезни болезни там и другим неприятным вещам которые обычно ведут последствиям но в принципе общий фон он сохраняется и фон событий и вот когда у нас возникает более 30 процентов изменений то есть не повторяемости происходит деление этого пространство пополам точно так же как делится клетка как могут делиться большие молекулы например днк тоже могут делиться то есть процесс деления он заложен это атрибут материи он заложен материю ну и собственно говоря ну вот говоря о строении вселенной мы ведь говорим о том что любой человек в принципе может построить свою вселенную мы об этом поговорим еще поподробнее но главное что микрокосм макрокосм временные миры и вот это вот деление постоянное оно создает эти вот параллельные пространства они связаны с тем что когда у нас что-то делится ну например даже клетка она все равно но надо подобное естественно внешне различий нет но внутри различия есть когда у нас разделилась планета разделился разделилась биосфера вся солнечная система она изменяет угол эклиптики то что именно угол эклиптики у нас определяет взаимодействие внутри вот этой системы как только угол изменился она с предыдущей системы перестали взаимодействовать а мы для того чтобы вот разделение произошло мы подрастаем четвертое измерение которое мы не видим а то что у нас предки знали что были четвертое и пятое нас до девятого до девяти измерений в русском языке сохранились название ну то есть мы знаем что вверх вниз вправо влево вперед назад эти три направления мы все хорошо знаем есть еще одесна и шуя это что за направление или ввысь вглубь а это еще что за были направлении то есть они знали четвертым и пятым и девятом измерений и все эти названия в русском языке сохраняются и почему у нас будда видел 3000 миров чем там видел именно 100 глаз и видел там множество миров но это то которых мы знаем а ведь сколько людей которые имеют то возможность мы их просто не знаем ведь у нас же смотрите были позор еще девятнадцатом веке которые сейчас назвали их театрами ну вернее нам их преподносится как театры а позоры как раз были для того чтобы видеть как раз разные миры и передавать им ну через медиума который видит вот эти миры и передает через свое видение окружающим то есть они устраивали позоры от слова зреть и зреть это высшая форма видения у нас ведь много форм было видения тоже и глядеть и смотреть и видеть это все разные формы видений которых у нас сейчас нет нужно девятнадцатом веке уже писали вот я приводил пример епископа который писал о том что в принципе человечество слепнет слепнет потому что во первых там частоты были применены но вообще у нас много было связано с тем что стали применять частоты а это все губительное направление передачи снот тестом над этим работал передача значит энергии на расстоянии чтоб светились вот эти хумари которые были 11 веке почему они светились непонятно он не зажигался газ там был газ который светился светился то что было излучение ну и я столкнулся с этими тоже исследованиями которые нас почему-то пропадают все когда соединяются два минерала и они вызывают излучение а это изучение заставляет светиться например какие-то минералы и в пещерах поэтому старых пещерах которые ходы там длинные на весь континент там свечения свет хотя нет никаких проводов а это вот именно потому что соединили два каких-то минерала которые взаимодействуют между собой вызывает излучение поджигающие теперь уже минералы не обязательно нас так вот вся вселенная состоит значит из временных миров рождающихся все время да и изменяющих свою плоскость эклиптики она состоит из микрокосма и макрокосма вот то что мы называем хроносферой то есть вокруг галактик центра галактик вся эта система она существует одновременно хроносфера поэтому можем путешествовать по времени и время там в разных мирах будет течь по-разному потому что время это вращение вот этих микрочастиц вращение атомов атомов молекул ну то что мы знаем хотя есть такой исследователь герлоуин который говорил что атомов нет есть только кристаллы вполне возможно он прав но атома они могут существовать в виде вот этих вот вращающихся эфирных частиц и в природе поскольку кроме эфира и кроме движения ничего нет то именно из этих компонентов составляющих создается вся вселенная у нас помимо вселенной существует еще космос это второй уровень это параллельные вселенные мы говорим о том что в общем то изменение плоскости клиптики приводит к утрате взаимодействует и к самостоятельности самостоятельности этой системы то есть вселенная на принципе у нас тоже лежит плоскости клиптики потому что у нас солнечной системы лежит посты эклиптики то есть планеты вращается в одной плоскости солнца все звездные системы тоже вращается одной плоскости галактика в себя вращается тоже у одной плоскости все галактики вот до плоскости если мы изменяем эту плоскость то получается, что мы попадаем в другой мир. И в действительности мир, когда он делится, не всегда попадаем в тот же мир, с таким же расположением звезд, с таким же химическим составом или даже с такими же атомами. Вот сейчас оказывается у нас атом водорода изменился, и из-за этого свойства многие поплыли, которые присущи нашему были миру. Ну и сейчас, в силу того, что мы не всегда на дне деления, а эти деления происходят в дни Рождества, но не Христово, естественно, а в дни Рождества, а именно нашего мира, которое происходит практически каждые 4 года, оно может чаще, может и дольше времени потратиться, потому что нужно набрать 30% изменений. Вот. И вот эти все временные миры, они, в общем-то, хотя и принадлежат к этой Вселенной, но, меняя вот эти углы, они относятся и к космосу. И вот космос, он как бы все виды Вселенной, которые различаются между собой этими углами, а достаточно 3 градуса изменений, чтобы перестали взаимодействовать между собой появившиеся там планеты, появившиеся звезды и прочее. То есть они выходят за рамки взаимодействия. Но это понятно, что взаимодействие может быть, когда у них одно свойство, угол поменялся, свойства уже не такие. И даже когда сталкиваясь между собой, они могут даже никак не повлиять друг на друга. И космос – это все параллельные Вселенные. То есть все, что входит, ну вот они отличаются на 3,3 градуса, около 200 тысяч только получается видов, ну это в нашей, так сказать, трехмерном пространстве, видов Вселенных. В этом космосе. Но космос – это тоже не предел. У нас есть частотные миры, есть агрегатные миры, о которых мы уже говорили. В чем у них суть? Агрегатный мир – это в принципе плотность атомов. Мы знаем, что у нас вот твердое вещество есть, есть жидкое вещество, есть воздушное, есть огненное, плазменное. У нас твердое вещество может проходить сквозь воду, может проходить сквозь воздух, но и сквозь огонь тоже проходит. Вода тоже может проходить сквозь пар. А это зависит от того, какая частота у этого эфира, из которых создается огонь, вода, воздух и земля. Ну, твердое вещество. То есть вот по четыре таких на оси частоты, вот четыре частоты данного эфира, которые создаются, значит, вот за моим действием между собой. Вот четыре, да-да. У нас в основе всегда лежит четверка явления. И поэтому вот четверки, и они могут входить в бесконечность. И точно так же они входят в бесконечность и в минусовую. То есть там все частота меньше. То есть частота, когда уже не одна там в секунду, а в год там один герц, в десять лет один герц, туда входит тоже. Там тоже есть такие меры. Они очень медленные, но они, в принципе, создают свою, свой мир. Понятно, что с ними мы не можем взаимодействовать. Вот эти миры, они создают понятие света. У нас ведь есть понятие света представления, например, да. Когда-то свет погиб. То есть погибли не только вселенные, не только космос погиб свет. Потому что мы представляемся, наша смерть, мы представляемся. Ну, перед Всевышним, там, перед предками. И вот так и осталось представиться. Точно так же и миры, они представляли все. И вот свет, он как раз состоит из частотных миров и из агрегатного состояния. В принципе, частотные и агрегатные, они близки по понятиям. Но есть еще понятие размера. То есть, может быть, одна частота, но размеры разные. И они уже не взаимодействуют. Если у вас там шар такой, водяной, и вот и маленький шар с одной частотой. Вот этот может иметь водную, и этот пусть имеет водную, но он имеет маленький размер. Такой, что он может спокойно пройти сквозь этот большой размер. Должен он будет проходить между атомами там. И вот это как раз образует свет. Свет его сейчас специально у нас назвали. Ну, это синоним слова луч. А у света, ну, это вот даже из того, что светопредставление, уже понятно, что свет не относится к категории луча. Это нечто большее. Конечно, можно сказать, что у нас параллельные миры имеют взаимодействие именно с светом. Потому что вот зорницы, которые происходят в нашем мире, они, в общем-то, передают информацию в другие миры, как свет. Потому что там грома нет при зорницах. Они сейчас куда-то появляются. И причем вот когда делают съемки во время зорниц, появляются на какой-то миг, его можно не увидеть простым глазом. Потому что там скорость больше 1,24 секунды. Но можно увидеть другой мир. Вот именно при зорницах. При молниях тоже иногда проявляется. Но при зорницах чаще. и мне кузовкин в свое время показывал эти фотографии. В действительности там люди, но они другие. Вот люди, которых большие глаза, это как бы те, которые живут в парнях мирах. Но на этом не кончается. Есть еще перпендикулярные меры. Вот перпендикулярные меры, они связаны с тем, что у нас кроме трех перпендикуляров можно прийти 4, 5, 10, 20. Бесконечное число множеств этих перпендикуляров. и никто нам не запрещает их делать. И поэтому вот эти перпендикулярные меры, они создают уже пространство. Пространство, оно сейчас вот слово простор стало синонимом слова пространства. А вообще в нескольких языках именно славянских пространство имеет понятие Вселенная. То есть пространство это вот именно нечто большее, чем Вселенная. Нечто большее, чем космос и свет. Это именно перпендикулярные миры и бесконечное множество. И вот идет Вселенная, космос, свет, пространство. И все это образует мироздание. И мироздание это в общем-то множество этих параллельных перпендикулярных пространств, смешанных построений Вселенных, космоса, светов и так далее. Все это называется мироздание. А то, что у нас происходит иногда видение, ну, во-первых, вот смотрите, много миражей. И мы видим, ну, практически такие же города, такие же леса, там можем море видеть, можем корабли видеть, много всяких вот таких интересных фотографий миражей. Была даже книга миражей называлась, где вот этих миражей такие красивые фотографии. Было очень много, но вся книга толстая, больше форматная и там описывались все эти миражи. Фотографии приводились, а сейчас заходишь в интернет, ну, там больше подделок на тему миражей. Почему они появляются в нашем мире? Дело в том, что все рождается из бездны. Вот в бездне там нет ни расстояния, ни времени, ни размеров, там нет ничего, ни памяти, ни движения. И в бездну у меня все уходит, и из бездны все приходит. И бездна она везде. И люди иногда видят ее, она иногда появляется. В описании ее много. Бывает, что просто человек открывает дверь, а там ничего нет. Там просто ничего нет. Ни звезд, ни двора, ни ничего нет. Бездна. То есть это бездна. Это вроде как бы пространство, и в то же время это не пространство, потому что там нет размеров. И она связана со всем. Почему телепортация становится возможным? На любую планету, в любую вселенную даже, в любое пространство, если ты знаешь свойства этой бездны, если ты можешь ее получать, из нее ты можешь попасть хоть куда. И как только у нас возникает подобное что-то на нашей земле, мы можем увидеть параллельно мире, который притянется к нам хотя бы через мираж. Но иногда эти миражи материализуются. У нас ведь на земле не случайно появляются новые города какие-то, которые как бы никем не строились, и вообще названия какие-то дурацкие, непонятные, и люди совсем говорящие на языках, которые мы не понимаем, которые мы не описывали. В истории таких фактов несколько приведено. То есть народ появляется, народ исчезает. Но помимо вот этого, и это касается не просто вот там имена одни и те же у городов. Такие вещи тоже получаются и происходят, когда деление пошло не по плану деления. Когда нарушился этот план, да, не ушел город в другое пространство при делении, остался здесь, но он не на том месте возник, он в другом месте оказался. Я приводил пример, потому что сотни у нас одинаковых названий городов, никаких поселков, поселков моря, но они обычно там связаны с профессиями, там ткачи, кузнецы и так далее. А вот Брест, например, Белоруссия и Франция, где там Кашира, Московская область, Краснодарский край, много, больше сотни таких вот названий имеют одинаково, мы говорим, про Москву и молчу, там их 30, вернее, Петербург, их 30, там названий одинаково, и Москва тоже там больше десятка одинаковых названий, даже под Москвой есть название Москва, место, поселок, вот, здесь именно появление новых совершеннонародов, поведение новых совершеннонародов, такие вещи происходят с силой притяжения, и вот эти вот звездолеты, ну, как их назвать, они, в принципе, у нас тоже были названия, то есть, тоже там все разные были названия, они были связаны именно, ну, там, амниебус, например, да, там, двуколки, которые, якобы, все на лошадях, разные названия, карета, разные названия, мы об этом говорили, они были, как раз, вот, перемещением, экипаж, например, да, экипаж, пожил, у нас, они были связаны, как раз не с прислужниками, как нам говорят, а именно с этими, с космонавтами экипажа, потому что вот этот устав паршского полка по транспортировке грузов с Марса и Венера был такой устав, о нем уже тоже говорили, вот, и поэтому у нас, в общем-то, еще недавно все это было, и наша цивилизация, она опущена чисто искусственно, потому что нам меняли смысл всех вот этих слов, характеризовавших наши знания о Вселенной, космосе, о пространстве, мироздании, и все, в общем, загонялось то, что Земля плоская, Солнце там лампочка и так далее, из-за чего мы и перешли в рамк неразумных людей, а в действительности вот эта вся бесконечность вот этих Вселенных, космосов, она позволяет каждому человеку, любому разумному существу создать свою Вселенную, и мы создавали свою Вселенную, то есть, ну, например, вырезание, да, вырезание пространства, мы уже сказали, что любой жрец, шаман, маг, они могли создавать эти пространства, которые у них существовали, и куда они прятали свой обрядовый инвентарь, да, еще, значит, какие-то там вещи, которые нежелательно всем показывать, именно вот свои вот эти сателлитные пространства, которые легко достаточно делать, и вот создавать свою Вселенную надо, конечно, со своего дня рождения, потому что именно день рождения, рождение вас, а вы же предложение, вы хотите создать Вселенную, то есть раздвинуть свои рамки на большие просторы, вот для этого нужно создавать шарообразные сателлитные пространства, с одной стороны мы можем делать выкройку этого шара из пространства, используя режущий шаг, вот любой жильческий шаг, он в принципе режущий, потому что там делаются вперед шаги, делаются назад шаги, он режет пространство, потому что вот все вот эти чудесные места, где проходят, ну, ресталища, где проходят ритуалы, они вырезаются, но они не отходят, потому что мы не делаем для того, чтобы они отходили от нашего пространства, но они притягивают к себе божественные энергии, силы, и поэтому, когда происходят эти вот вещи, в ресталище, когда происходит ритуал, у нас происходит и появляются божественные какие-то вещи, которые характеризуют именно проявления в данном случае Бога. Он может всяко проявиться, но самое интересное, которое у нас наблюдались, это поворачивание рек вспять, но это было у нас рядом с Москвой, и самое интересное, что если мы продолжим, ведь только движение в мире существует, и движение может все, надо только знать последовательность и форму самого движения, режущий шаг мы вырезали, но как вырезать? Для того, чтобы у нас произвелся вырез, во-первых, делается след вслед, и шар, он у нас должен быть выкройка шара, а выкройка у нас какая? У нас ну, если мы знаем, допустим, диаметр шара, который мы хотим вырезать, вот диаметр надо знать еще окружность шара, а окружность она получается, когда мы диаметр умножаем на пи, на 3,14, мостах, выкройка шара она приблизительно такая, в данном случае, 6 таких вот лепестков, вот эти границы, они делаются с помощью режущих шагов, жреческих шагов, а потом они склеиваются, а склеивание уже происходит с помощью шаркания, ну, в общем-то, любой шаг, который делает одну и ту же фигуру, а почему шаркань, шаркань связанно с шарообразным движением, с круговым движением, мы делаем горизонтальной плоскости, а можем делать вертикальной или сагитальной плоскости, тоже полукруг, движением своих ног, как только мы вырезали, мы делаем те же самые шаги вслед вслед шарообразные, то делаем шарканье, а они одинаково, у нас подобное притягивает подобное, и вот эти вот они соединяются, соединяются и у нас возникает это сатиритное пространство, поскольку вы его делали, вы туда спокойно можете попасть, потому что вы подобны этому пространству, вы его насытили своей энергетикой, своими частотами, сатиритами, потому что все вот эти вот вещи, они сделаны вами, не кем-то. Размер вот этого лепестка, он половина длины окружности, а вот ширина лепестка определяется количеством вот таких лепестков в икрике, их можно будет 6 сделать, можно сделать 8, можно сделать 12, 20, сколько хотите, чем больше вы делаете, тем труднее, дольше вы будете делать это сателлитное пространство. А вот когда вы разделили на 6, то есть надо длину окружности разделить на 6, и вы получите ширину этого лепестка. Ну и соответственно вот строят таким вот образом лепестки все эти делая их сначала вырезая, потом их сшивая, вы в общем-то создадите такое пространство. Такие пространства у нас их много. Большинство непрописных людей они кражут таких пространств, потому что они периодически выходят конечно на контакты, но они стараются с нами естественно не контактить, тем более сейчас когда стали пачками уничтожать непрописных для того чтобы обрели православие понятно что не имел никаких о себе воспоминаний. Дали нам это католичество, мы и должны заниматься католичеством. сейчас когда у нас в общем-то опасность вот этих пандемий возникла, когда у нас в общем-то программа уничтожения человечества запущена и она идет все дальше и дальше и не останавливается хотя нам говорят что многим там говорят что и Трамп кого-то разоблачает и ну кто-то не разоблачает и освобождают там из рабства детишек вот ну это все вилами на воде писано все недостоверная информация поэтому сателлитные пространства для нас они актуальны ну и кто задумает это сделать попробуйте конкретно шаги которые мы делали можно делать простой жительский шаг как обычно мы делаем три шага вперед один назад можно делать более сложные шаги когда допустим вы делаете это же ведь у нас чара допустим вы делаете четыре вперед три назад они более сложные но ведь четыре третьих это ведь резонансная частота как и одна четвертая то есть четыре вперед один но четыре к трем она более жестко режет можно более другие делать шаги то есть в принципе любое отношение которое выдает вот эту одну четвертую или три четвертых или шесть восьмых ну и так далее вот эти все отношения один четыре три четыре резонансные резонансные это значит режущие можно конечно делать сразу с кругами круговые движения это одна третья то есть три вперед один назад можно делать и три назад один вперед но в данном случае тогда будет движение обратное назад назад вот когда мы делаем движение назад обычно сложно попадать след а их же надо прорисовать и вот идти не просто как мы обычно ходим шаг а по сожжению по косое сожжение но по своей мере потому что вы должны быть сродственны этому пространству помимо чистоты вы должны быть по мерам с ним сродственны чтобы вы туда могли попадать точно но и никто другой уже не мог попасть но или он попадет если у вас у него такие же меры как и у вас частотно совпадает если он родственник ваш ну то есть отец мать сын дочь кто-то еще интересно в этом плане когда делается в состоянии ража вот почему раж он важен потому что враж вообще все подвластно не только там вырезать пространство но практически любое любое состояние оно человеку становится подвластным любой дар божественный волшебный становится подвластным именно враж а у нас помимо враж есть еще и дыш и даш и сваш паш потому что они эти состояния являются целью каждого кона ну в каждом коне свой и они приводят к результатам всех богов которые входят в кон данного пантеона богов и понятно что в нем все возможно точно так же очень важны удары у нас ведь смотрите вы создали маленький кусочек пространства сателлитного а для того чтобы оно росло и превращалось во вселенную вам нужно сделать взаимодействие движение как говорил спиноза есть причина самого себя движение рождает движение но не просто движение а движение когда происходит взаимодействие вот взаимодействием являются как раз удары удары ног по земле если вы тем более ну пригресс они например делаете удары связаны с вашими резонансными силами ну весами будем так говорить так потому что вес и удар они могут быть ну не могут быть они принципе тождественные у нас вот скокерство ведь понятие вообще исчезло из русского языка вернее оно есть в тюленном сохранилось а скокерство это как раз нанесение ударов но ударов ногами и слово удар и дар но это однокоренные слова любой дар он проявляется при ударах почему у нас использовали вот эти веники железные не только в банях но и вообще и в баклушах везде их использовали для того чтобы как раз дать человеку тот или иной дар потому что именно от силы удара от угла ударов зависит что человек приобретет какой тот длиной божественный дар божественную способность а вот эти удары они должны быть связаны с нашими тоже мерами мы говорили с вами что есть помимо линейных размеров мер есть еще меры весовые то есть у нас ладонь это пот локоть это тоже локоть но весовой вы можете его взвесить взвесить ну это просто делается то есть воду заливайте в сосуд ну ванну например которая полная и опускайте руку но на полной смысле она до крови налита и опускайте руку вода вылится вы эту воду собираете в один сосуд меряете вес у нас вес воды кубического сантиметра и кубического сантиметра нашего тела почти одинаково у нас чуть-чуть больше плотности то есть один грамм сантиметр кубическом но на чуть больше но тело же оно же плавает на поверхности если правильно здорового человека но большинство конечно тонет то есть вес немножко больше вот а потом взвешив точно так же руку ну ладонь пуд это не 16 килограммов пуд это вес ладони пуд и 5 кстати горят сюда слову вот вы взвешиваете эту и вычисляете полностью руку знаете ее объем и вес и ладони знаете и вес и вычисляете весовой локоть точно так же вычислите весовой весовое плечо вот аршин аршин с аршином там проблемы с сажению там проблемы но вот эти вот локоть палец ладонь плечо они все вычисляемы можно вычислить фут можно вычислить голень можно вычислить бедро эти меры применяются уже во втором коне но они тоже рабочие рабочие потому что они резинансные когда мы делаем именно удары по нашим мерам весовым вот а как вес определяется то есть мы берем расстояние скольких в чем заключается в том что вы расстояние до земли по своей мере на тот локоть высоты вашего тела поднимаете и прыгаете с него на локоть и можете и на шин но вы в данном случае используете весь вес а вот когда вы берете и бросаете допустим локоть и локоть кидаете вы определяете силу удара при шаге точно так же определяете при плече при ладони а вот это вот эти удары они рождают движение и у вас в вашей системе сателлитного пространства начинаются появляться новые горизонты она начинает расширяться по своим параметрам она начинает расширяться это будет новая вселенная если вы там создадите условия чтобы какие-то элементы все время взаимодействовали действовали сталкивались между собой у вас будет рождаться все новое и новое то что сейчас называют энергией силой которая будет раздвигать пространство и она будет раздвинута не только до уровня земли может быть раздвинута она может быть раздвинута до уровня галактики и больше ведь наши гикотанхеры это первая цивилизация земли они все практически имели собственные вселенные и земля в этом плане она и славилась тем что каждый гикотанхер имел свою вселенную сейчас мы ответим на вопросы пантеонов богов ДПС есть такие боги как Тар Перноч и Тара и Катара есть в Омской области и Картса в Индии благодарства но в буддизме Тара вообще главная богиня нет но и ну буддизм слабое отношение имеет древнеправославие вот и у нас такого такой богини нет а то что касается Тархам вообще Тарх на арабском вообще-то отброшенный поэтому у нас его тоже нету такого бога Тарха но в 108 богах во всяком случае нету но Тара есть такая река она и город есть такой там можете просто подробно в меру вашей возможности рассказать про обряд скрозь хочу же сейчас во второй кон перейти можете помочь провести обряд скрозь вы понимаете какая вещь когда минует человек все этапы развития и сразу попадает это все временно вы просто обратно будете выброшены очень быстро потому что постоянные способности возможности они появляются благодаря именно постоянной работой над собой над исполнением вот этих чудесных движений ну и рекомендаций вот только тогда у вас это на постоянку а это все оно быстро вы достигнете и битых и я вам не рекомендую вообще этим заниматься и потом вы знаете когда вот там же энергии вот энергии человек большинство энергии человек не может приносить даже когда допустим у нас были половые контакты с инопланетянами или с инопланетянками вот люди погибают они не выдерживают энергии но я имею ввиду земные люди даже в таких вещах а тут божественные энергии дали прославие существует жительский тату ну тату да рисунки есть но они временные то есть они там или хмоль еще чем-то делаются только для того чтобы какое-то время притащить притянуть к себе что-то какую-то возможность способность да они широко применяются но они не на постоянку делаются я вообще хочу часть этой сегодняшнего вебинара разместить вот в ютубе но чтобы как бы не думали что мы ничего не знаем и чтобы к нам могли обращаться не только но кто обращается и высшие потому что когда люди думают что земля плоская понятно что к нам будут обращаться как к придуркам с одной стороны а с другой стороны получается что мы вообще ничего не знаем да ну и вот кто там поднялся одну ступеньку повыше чуть-чуть вот они с нами общаются нам надо к повелителям вселенных а для этого надо знать вчера посмотрел видео братья богдановых они написали книги секретный код мироздания они говорят также о числах что они управляют вселенной однако я прочитала что они стоят за вакцинами генетическими экспериментами не в курсе ли вы кто они такие на самом деле вакцинами богданов если это те богдановы которые у нас был в правительстве годы советской власти но и в революцию принимали участие они богданов сам создал как раз институт крови они перенимают эту кровь от младенцев и благодаря этому не стареют если они появляются вот из этих бурбаки например 40 томов математики а кто только бурбаки никто не знает вот но это как раз параллельная структура закулисная она она кстати греко шваби не имеет отношения она параллельна но они набрали здесь своих людей это не масоны но они в общем-то если говорят об этом значит они жили в то время когда еще была эта информация то что они там про число говорят это же православие православие 19 веке еще было а богданова его видят периодически те кто его знали и не говорят рассказывают что вы видели он якобы и умер он действительно живой это вот как раз структура которая организовывала нас и революцию но она организует эти пандемии революции соответственно это все их дело рук хотел уточнить вот эти потенциальные кураторы которые связались с вами они говорили чтобы освободить народ нас от незнания будет доступно нам знания с ними можно ли как-то проверить можно ли верить видящие например будет ли православие или они собой другое принесут это вот это вот как раз и проблема потому что ну вот с кем я говорил там вроде полный респект то есть они дают а у нас эти помимо меня еще у нас есть контактеры которые были в контакте вот одним говорят что все нормально все уже решено а что решено нам не говорят то что нас отправят мир иной в пятое измерение и там в десятое ну то есть на тот свет и переход который про который нам все говорят это же тоже смерть переход дело в том что видите вот в космосе там действует закон свободной воли и закон когда ты какие-то делаешь действия ты должен о них сообщить то есть там нет тайны это у нас только на земле тайны делают чтобы творить преступление потому что там где тайна там преступление это очевидно и оно так и происходит и они сообщают ведь спокойно говорят о том что миллиард там они решили оставить грохнуть но перевести пятое измерение как они сейчас говорят но они просто гром они то все понимают что это смерть а мы дурочки мы конечно не понимаем мы думаем что нас куда-то переведут что нам дадут никто ничего не даст любить должны сами все требовать вы говорите можем путешествовать по времени как на практике можно прийти к этому не рассказывал как у людей это происходило то есть человек просто думал о том прошлом в котором было хорошо и он там периодически оказывался в реальном теле в реальном времени и он там реально жил но это параллельная реальность это не наша реальность можно так вот представлениями эмоциями переходить потому что эмоции это очень сильная вещь когда эмоция там и преображение и превращение и перемещение то есть эмоции могут чего угодно делать потому что это же вибрация вот а вибрации они позволяют в общем-то особенно если это сильная вибрация особенно если вы перстодвижитацию узнаете ну вот я говорю никто не сделал а если кто-то догадается как она делается кстати это очень мощная практика потому что вы сможете фактически все вы можете конкретно дать информацию каким способом можно войти в измененное состояние дыхательные упражнения либо другие действия но у нас очень много способов возьмите например суфийский мы о них говорили ну вот возьмите покрутитесь войдете в измененное состояние ну и крутитесь конечно не 5 минут не 10 но часа 2 3 или допустим дыхательные упражнения которые у нас связаны с чарами очень легко достичь больших потенциалов чара вплоть до самого сгорания вот этого не надо никогда тело там начинает разогреваться при использовании чара надо естественно сразу прекращать все действия возьмите допустим круговые движения или движения которые резонансны я у них и в книгах пишу везде поделайте эти упражнения возник только измен сознание возникнет а возникнут как раз вот эти энергии которые можно направлять на те или иные преобразования в своем организме или овладение какими-то вещами как человек поможет что он создал сатиринное пространство он исчезнет его не увидит я правильно поняла а он сам что видит из этого пространства и разъясните пожалуйста он конечно видит и понятно что он исчезнет когда танцуют казачьи танцы и другие народные танцы ведь у них создавали скручения удары ногами лизвинка например получается что танцу и люди делали пространство может это осталось нам наследие сейчас мало кто танцует но танцы не только для сателинных пространств делались они там для накопления потенциалов в основном использовались там кадри всякие полька и прочее это мы рассматривали в демюргии достаточно подробно эти все вещи накачивания потенциалами у моей дочери 25 лет обнаружена фибра аденома в обоих грудях какова этимология этой напасти и как можно с ней справиться ну как правило это не поступление крови в грудь у нас вот здесь проходят артерии подключиться две артерии и они питают грудь то есть если вы разминать все время то несколько дней и все эти аденомы фиброномы и прочее пройдут то есть устранец очень просто без всяких этих это обычная висцеральная практика преподает и проповедует ну и в принципе исцелители то же самое не понимаю как применять и для чего удара зачем решать пространство еще и что с этим делать простите за глупый вопрос я у вас впервые сервис понять как могу это использовать в своей жизни ну что на это ответить я думаю вам в принципе это и не обязательно нужно всегда когда допустим учишься в школе да и смотришь и думаешь зачем все эти предметы тебе нужны потому что они не касаются нашей жизни то чем я говорю тоже не касается нашей жизни те мерзости которые нас ожидают мы же не думаем о том что мы можем их избегать когда они появятся произойдут тогда мы вспомним что можно делать как будто сатиллитные пространства возможно сатиллитное пространство возить с собой в поездах это возможно но это уже не сатиллитное пространство это карманы они так и называются карманы сатиллитное пространство я тоже встречал что его называют карманом а это карманы которые прикрепляются к нашей энергетической решетке то есть какую-то точку мы можем сделать карман но там то же самое будет сделано только это будет делаться рукой там можете это будет у вас чемодан он уже поскольку привязан к вашей решетке он будет с вами имеет ли значение направление лепестков север-юг или восток-запад или отклонение 3 и 3 грн от оси север-юг особо нет здесь же просто вырезание то же самое 3 и 3 это оно само получится там там может и не 3 и 3 возник все будет зависеть от диаметра получается вырезаем лепестки на одном и том же месте в течение долгого времени протаптанных что будет если в промежутках между протаптанными вырезаниями кто-то пройдет по этому месту но не желательно чтобы там кто-то ходил лучше это делать на даче где-нибудь а не в доме где много жильцов чтобы шаг был по-своей мере можно ли на ноги надеть как обруч или веревку чтобы шаг не больше не меньше не было или это может помешать и можно ли накрасить подошву чтобы след вслед добычно там уложатся палочки какие-нибудь вдавливаются в землю чтобы видеть вот по поводу вы говорите про вериги вериги они широко использовались именно для того чтобы точно двигаться по своим мерам то есть вы можете надеть на ноге веригу и будете идти только по сажению например или там паршин бывают ли сателлитные пространства в зеркалах в зеркалах там другая система работает там не сателлитное пространство там мнимое пространство возникает сателлитное пространство но материально физично вы его можете потрогать интересно в каком большом и малом конфликте стоит наша нынешняя цивилизация с нашими братьями ДПС которые вынуждены на земле скрываться мы можем как-то друг другу помочь понимая конечно что помощь нашей страны будет на данный момент очень скромная но это дело развиваемое просто как-то говорилось что полупрописные или непрописные не особо выходят с нами на контакт или я не понял да правильно вы поняли что что они с нами не очень выходят особенно сейчас потому что но сейчас уже началось в принципе сжатого начинают людей убирать уже очень много людей умерло не за коронавирусом говорят и за коронавирусом а вот именно по тем причинам по которым мы говорили это и 5G это алюминиевая пыль это маски это зараженные зонды которые берут у нас ну не соскобы а биологический материал для того чтобы поставить нам диагноз есть у нас коронавирус или нет какой книги можно почитать про рисунки тату но я бы там в культе предков писал какие рисунки вы делаете но обычно же например шаманы или допустим маги в Африке они рисуют татемное животное в то в которое они хотят превратиться или воплотиться после смерти благодарю вас за знание все работает я знал что путь мой правильный и правильный и никогда не сомневаюсь в выборе ну прекрасно те люди которые работают используют методики о которых мы говорили да не очень больших результатов табелис там ну перечислять тут долго просто у людей которые не читали книги ну пришли в школу жрецов и в принципе ну как обычно он учится да для галочки или для диплома или там для чего понятно что им ничего не понятно тем более зачем все это нужно это пока жареный петух не клюнет когда клюют то сразу начинают все понимать кто болен то органистично относится к человеку вписи главцы или анты и ковы и каковы конечные цели у тех и у других ну вот если смотреть войну с хазарами да мы воевали вместе с пятиглавцами вот но анды тоже там помогали то есть они тоже за землю по идее это вот оконечные цели ну у антов было захватить землю пятиглавцев ну у римлян который сейчас называется тоже была цель захватить землю но они это добились как выходить из сателлитного пространства ну как и зажгли так и выйдите сколиоза ребенка это только физическая проблема или с родом отца тоже зависит да обычно это стрессы вот стрессы они же у нас на широкой мышце спины все трессы там а она так или иначе связана с гладкой мускулатурой позвоночника естественно за счет индукции она вызывает этот перекос ну перекос он понятно это еще не грыжа но уже проблема поэтому надо убирать напряжение этой мышцы можно конечно массажем вот но вот этот массаж прайдь в ее это вот когда вообще очень легкое касание идет может ну легкое то есть вы даже не касайтесь вот есть волоски они вот у всех людей хоть женщин хоть мужчин такой белый кушок вот вот вы его только касаетесь и мышца расслабляется когда расслабляется стресс уходит сколиоз уходит то есть это не проблема в действительности для висцералки это не проблема если разница где он сателлитное пространство в помещении именно улице ну понятно вы можете в квартире его сделать там учтите в этом месте может исчезнуть то есть обычно когда вырезают пространство там возникает водоем ну или лужа если небольшое пространство можете пожалуйста рассказать как правильно проходить испытание молнии и описать как выглядит меч и шлем я знаю под каким гордым живут полу непрописные если я их найду могу ли я сказать что от вас чтобы они помогли мне пройти испытание молнии дадите разрешение идти полу прописным но вы я то вам запретить ничего не могу но если вы решились и вас примут дело в том что если они в действительности непрописные или полу непрописные как вы говорите они обладают возможностями превращать если вы придете к ним непрошенным гостям вас могут превратить в собачку там в хрюшку в кого угодно если они вас позовут там другой совсем табак там уже можно будет и поучиться и поучить и обменяться какими-то знаниями то что так просто они не приглашают если у вас есть какие-то знания которых они заинтересованы причем тогда да можете встречаться а если нет вы не заинтересуете благодарю вопросов больше нет до следующей встречи если вы хотите подключиться чтению молитвы треба новой вы можете скачать с нашего сайта что не что вы Продолжение следует...